В эфире программа «Область новостей» в студии Полина Матовникова. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Сампурском округе прошел конкурс среди операторов по разведению крупного рогатого скота. Воздушный пузырек должен быть у запаянного конца. Если он сместится ниже, нужно будет соломинку встряхнуть. Свой профессионализм продемонстрировали 15 зоотехников. Какой выход телят в хозяйстве, какой надой молока. Поэтому очень многое зависит от оператора по искусственной сменению. Места общественного пользования в Тамбове атакуют вандалы. Изначально в туалетах стояло дорогое износостойкое оборудование. Городские службы не справляются с вредителями в одиночку. Мы призываем к тому, чтобы родители со своими детьми проводили беседы. В Подготовском работает летняя творческая академия «Оркестр детства». Здесь всегда есть чем заняться. Если не о чем заняться, идти ученик партии. Талантливые музыканты репетируют дважды в день и готовятся к большому концерту. Мне кажется, что это может быть такой нашей национальной идеей – играть на русских народных инструментах. В Тамбовской области водитель «Лада Гранта» насмерть сбил пешехода. ДТП произошло в Мордовском округе. Водитель автомобиля «Лада Гранта» насмерть сбил 61-летнего мужчину, который в темной одежде шел вдоль дороги. Как сообщает телеграм-канал «Полоса безопасности», пешеход был пьян. В Сампурском округе прошел областной этап конкурса на лучшего по профессии. Среди операторов по разведению крупного рогатого скота и зоотехников-селекционеров молочного скотоводства. О каких тонкостях своей работы рассказали специалисты, расскажем в нашем следующем сюжете. Печаево, Уварово, Маршанск, Знаменка, Сампурский округ. Продемонстрировать свой профессионализм приехали 15 зоотехников и операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота. Конкурс проходит в пять этапов. Первый – самый долгий и сложный – лаборатория. Тут необходимо разморозить семя и исследовать его на пригодность. Температурные показатели, с которыми приходится работать, доходят до минус 196 градусов. Поэтому действие требует особой аккуратности. Воздушный пузырек должен быть у запаянного конца. Если он сместится ниже, нужно будет соломинку встряхнуть. У нас как нужно. Вставляем нашу соломинку в шприц. Строго перпендикулярно, дабы избежать утечки семени, обрезаем запаянный конец на 7 мм. Яна Курова из Знаменского округа в этой профессии с 2009 года. Раньше осеменяла свиней. Затем перевелась на крупно-рогатый скот. Говорит, любовь к коровам открылась неожиданно даже для нее самой. На производстве каждой подопечной у нее свой подход. Ты как гинеколог, врач. Ты чувствуешь ее репродуктивные органы. То есть у тебя есть с ней непосредственный тактильный контакт. Мы проводим ректальное исследование на аппарате УЗИ. Мы потом смотрим на этот эмбрион, который был с нашими руками, нашей помощью. И у нас, естественно, радость и желание работать еще, работать лучше. Дальше уже личная встреча с самой так называемой пациенткой. В первую очередь зоотехники оценивают общий вид животного. Подходит ли оно для дальнейшей совместной работы или нет. На ощупь определяют, здорово ли корова и может ли вынести теленка. Действовать конкурсант должен четко по технологии. Судьи следят даже за тем, вымол ли специалист руки или нет. Шприц вводите? Да. Искусственное осеменение – дело тонкое. Нельзя травмировать животное. Ведь от каждого действия оператора зависит дальнейшее развитие плода. Как только он попал, у нас кончик шприца в шейке матки, мы эту шейку матки снизу ладонью захватываем, приподнимаем и начинаем эту шейку, немножко вперед ее расправляем с кладки и как бы натягиваем на шприц. Зоотехники также оценивают экстерьер, конституцию и направление коровы. Например, молочные породы более эффективно перерабатывают корма в молоко и дают высокие надои. Если говорить про реальное производство, то благодаря этой технологии можно быстро улучшить качество поголовья и уменьшить количество болезней. Самый главный показатель, вот у нас будут ошибки ошибками, но производственные показатели. То есть, какой выход телят в хозяйстве, какой надой молока. Поэтому очень многое зависит от оператора по искусственному осеменению. Вообще, методов осеменения коров всего три. Визоцервикальный, маноцервикальный и ректоцервикальный. Наши тамбовские техники пользуются самым прогрессивным из них – ректоцервикальным. Он безопасный и нетравмирующий для самих коров, а потому самый эффективный. Стесняется. Оценивают всех конкурсантов по стубальной системе. За лабораторию дают 22 балла, за практику – 38. Смотрят судьи также на ведение учетности и правильное заполнение журналов. Полина Матовникова, Илья Тырса, Ольга Кириллова. Область новостей. В областном МВД России подвели итоги работы за первое полугодие. Заседание коллегии провел генерал-майор полиции Николай Скоков. Он же по завершении заседания вручил полицейским ключи от 16 новых служебных автомобилей. Тему продолжит Дмитрий Шапкин. Федеральная инспекция МВД России, которая работала в нашем регионе весной этого года, подтвердила, по всем направлениям оперативно-служебной деятельности ведется эффективная работа. Положительную оценку озвучил начальник МВД России по Тамбовской области Николай Скоков. По его словам, личный состав показал высокий уровень профессионализма, готовность обеспечить общественный порядок и безопасность граждан с учетом проводимой СВО. Кроме того, Николай Скоков отметил, что за прошедшие полгода в три с лишним раза увеличилось количество выявленных преступлений, которые совершают организованные преступные группы. В суд направили более тысячи уголовных дел по преступлениям, которые совершили с использованием информационных технологий. Ну а самое главное, в наше непростое время силовики не допустили бед, угрожающих всему обществу. Самое важное, мы не допустили совершение диверсионных территорийских актов на межнациональной почве разборок противоправных деяний, которые могли бы серьезно дестабилизировать обстановку в нашем регионе. После завершения коллеги полицейских ждал сюрприз. 15 новых служебных автомобилей марки «Нива Тревел» для участковых уполномоченных и «Газель» для конвойной службы. Ключи вручал лично Николай Скоков. На самом деле, комплектовно сейчас неплохая совершение 96%, но здесь 15 новых автомобилей именно участковых уполномоченных. Это служба одна из самых основных, самых ключевых и самых важных в структуре института. Техника оснащена всем необходимым современным оборудованием для повседневной работы силовиков. Новые машины помогут полиции решать задачи по обеспечению охраны общественного порядка, выявлять, пресекать и раскрывать преступления и правонарушения. Битрий Шапкин, Данил Ичко, область новостей. За первое полугодие 2024-го в Тамбовской области выявили вдвое меньше поддельных купюр, чем за аналогичный прошлогодний период. Так, за шесть месяцев обнаружили 25 фальшивок. Как отметили в банке, в этом году снизилось количество выявленных фальшивых пятитысячных купюр. За шесть месяцев этого года обнаружили девять подделок, в два раза меньше, чем годом ранее. При этом стали чаще подделывать купюры номиналом в одну тысячу. Их выявили 14 штук. Кроме того, из оборота изъяли две фальшивых двухтысячных купюры. Как отметили в банке, бороться с подделками будут посредством модернизации банкнот. Введены в обращение обновленные банкноты номиналом 100 рублей выпуска 2022 года и 5000 рублей выпуска 2023 года. При этом привычные нам банкноты образца 1997 года по-прежнему остаются законным средством платежа наравне с новыми. Также в Банке России отметили, что специальной замены банкнот не будет. В ходе естественного износа старые купюры постепенно будут менять на модернизированные. Сегодня в городской администрации организовали круглый стол под названием «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан на территории города Тамбова». На нем обсудили целый ряд вопросов, которые касаются мигрантов – от регистрации до профилактики правонарушений. Сегодня совещание провели не случайно, ведь 30 июля – Международный день дружбы. Как пояснили на круглом столе Тамбов, иностранцы, которые приезжают к нам учиться и работать, считают одним из самых спокойных и благожелательно настроенных городов России. Участники обсуждения – силовики, общественные деятели, представители вузов и диаспор – поделились опытом социальной адаптации иностранцев. Тема консенсуса и социального благополучия, которого зависит не только от властей, правоохранительных органов, но и от условий, в которых люди, приезжающие к нам сюда, в наш регион, в наш город, оказываются, как они себя здесь чувствуют. Эта атмосфера, она, прежде всего, конечно, создается нами, создается теми, кто живет в городе. Всего сегодня на территории областного центра зарегистрировано более 14 тысяч иностранцев. Это жители Узбекистана, Таджикистана, Армении, Украины и других бывших республик Советского Союза. Есть гости и из дальнего зарубежья – Египта, Алжира, Марокко и Туниса. Общественный туалет в Олимпийском парке, что на севере Тамбова, еженедельно подвергается атакам вандалов. Как только дирекция благоустройства устраняет одни проблемы, тут же появляются другие. Кто виноват и что делать, разбиралась Полина Болотова. Вашему вниманию мужские кабинки общественного туалета в Олимпийском парке. Смеситель вырван, стены и двери в кабинке разрисованы. Между тем, это далеко не первая такая ситуация. Общественный туалет громят довольно часто. А летом так вообще по два раза в неделю. Изначально в туалетах стояло дорогое, износостойкое оборудование. Однако это стало нецелесообразным ни с точки зрения сил, ни с точки зрения финансов. Пришлось перейти на материалы подешевле. Стоимость смесителя начинается от полутора тысяч рублей. В целом еженедельный ремонт встает дирекция благоустройства в пять-семь тысяч. И камера, которая висит на входе в туалет, не помогает выявить вандалов. Поток людей большой. Непонятно, кто и что сломал. На самом деле приходят люди сюда не на один час поиграть, погулять. И, как говорится, естественно, наша нормальная потребность, она должна где-то как-то осуществиться. И я, например, до этого ходила, я не видела вот это здание. Сегодня я, честно говоря, порадовалась, что оно есть. Потому что неизвестно куда. Под кусты или куда? Куда ходить-то вообще? Но вот я туда вошла, зеркало разбито, все как бы не очень хорошо. Чаще всего помещения посещают дети. Предположительно, сорванцы и являются источником проблем. Однако еще ни разу никто не был привлечен к ответственности за вандализм. Нами не единожды в соцсетях были написаны посты о том, что привлечь внимание к данной проблеме. В связи с тем, что у города ресурсы ограничены. Это очень популярное данное место среди посетителей данного парка. Мы призываем к тому, чтобы родители со своими детьми проводили беседы по сохранению имущества города. Это наше общее имущество, мы все за него в ответе. Поэтому я прошу обратить на это внимание и сохранить наш город более красивым и продуктивным. Полина Болтова, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова. Область новостей. Академический симфонический оркестр имени Рахманинова не прекращает свою деятельность даже летом. По сложившейся традиции он собирает юных музыкантов в оздоровительном лагере «Костер» города Котовска. На протяжении 15 лет там проходит летняя школа, творческая академия, оркестр детства. В том, что отдых может быть не только приятным, но и полезным, убедилась Елена Хромова. Звуки домры, балалайки, аккордеоны и других народных инструментов. Оздоровительный лагерь «Костер» слышит каждый день. Это репетирует творческая академия. Музыка – это прежде всего воспитание характера. Без дисциплины трудно чего-то добиться. И поэтому репетируют участники смены дважды в день. Музыканты должны совершенствоваться и развиваться постоянно. Изо дня в день, из года в год, на протяжении всего творческого пути. Юные дарования из оркестра детства, несмотря на то, что сейчас у них летние каникулы, продолжают оттачивать свое исполнительское мастерство в оздоровительном лагере «Костер». Здесь они дышат не только свежим воздухом, здесь они дышат музыкой. Музыка Вот эта творческая академия, которую мы проводим, она дает возможность детям посмотреть, что такое играть в настоящем оркестре. В оркестре народных инструментов. И многие из них после этого принимают решение даже профессионально учиться. У нас есть несколько ребят, которые сейчас здесь в смене находятся. Кто-то из них несколько дней назад поступил, например, в Российскую академию музыки имени Гнесиных, получив 100 баллов по специальности. Кто-то в колледж Гнесинский поступил. Кто-то уже является студентом нашего музыкально-педагогического института. Это в основном наши вожатые, которые мои ученики, ученики Алексея Ивановича, Артемьева. Андрей Майоров – один из постоянных участников творческой академии. Отдых в обычном оздоровительном лагере для него неинтересен. В свободное время он занимается на инструменте. Здесь всегда есть чем заняться. Если нечем заняться, иди учи партии. А репетиции два раза в день по два-три часа. То есть всегда есть чем заняться. В футбол мы играем каждое воскресенье три раза за всю смену. Вот вчера сыграли. Если бы не этот лагерь, то я бы сейчас где-то внизу был по своему уровню игры. Очень поднялся уровень работы в оркестре. То есть не просто сидишь, партию учишь, а вот именно работаешь. Чтобы звук был сильным, певучим и звонким, Алексей Моргунов лично проверяет готовность инструментов к репетиции и настраивает их. За 15 лет существования Творческой Академии участники смен более 350 раз становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, финалистами популярных телевизионных проектов. На народных инструментах играет не очень много детей. Хотя очень странно, эти инструменты достаточно просты в освоении, на начальном, во всяком случае, этапе, потому что понятно, что концертным исполнителем стать сложно на любом инструменте. Но плюс это... Мне кажется, что это может быть такой нашей национальной идеей, да, играть на русских народных инструментах, на домрах, которые с 9 века известны, на балалайках, которая появилась уже там где-то в 17-м, что ли, веке. И гусли вот у нас здесь в оркестре есть. До конца смены еще неделя. Ребят ждет мастер-класс от выдающегося домриста Александра Цыганкова и выступлений вместе с Академическим симфоническим оркестром в Музее-заповеднике Ивановка. Кульминацией Творческой Академии станут концерты в лесном городке оздоровительного лагеря «Костер» и музейном комплексе «Усадьба Осеевых». Елена Хромова, Евгений Михеев, Данил Лычко. Область новостей. На этом все. Еще больше новостей на нашем сайте, в Телеграм и группах социальных сетей. Всего доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»!